Добрый день, мои зрители! Итак, трансляция наша ведется с великого стадиона под названием Уэмбли, на котором сегодня состоится великое, как я считаю, противостояние между сборными Англии и сборной Германии. Обратите внимание, сегодня в рубрике прогноз, я хочу в сфере вот этого товарищеского матча предположить, как сложится сегодняшняя игра. Составы вы видите на своих экранах, но вы, те, кто следит за новостями, знаете, что немцы сегодня, например, будут выступать, скажем так, не в самом оптимальном составе. Ну, например, на поле не выйдет Месут Азил, не выйдет Филипп Лам, и не выйдет... А, в воротах Виндерфейлер будет стоять, да, вместо Нойера. Поэтому, но самое главное то, что для сборной Германии, я думаю, это не так уж и важно, что там 3-4 человека будут ни основного состава. Англичане тоже экспериментировали в прошлой игре со своей товарищеской с чилийцами, которые, причем, проиграли 2-0, и я считаю, что не подавляющий результат, на самом деле, для англичан. Так вот, в данном противостоянии, если составы будут не совсем оптимальные, это не значит, что игра будет хуже. Что у той, что у той сборной выбора игроков предостаточно. А вот кто в какой форме находится, это уже спорный вопрос, и насколько придает важность этому матчу, учитывая, что игра товарищеская. И учитывая, что большинство из этих игроков играют в ведущих клубах мира, и в большей степени, наверное, задумываются о своей судьбе внутренних чемпионатах или в Лиге Чемпионов. Поэтому матч, может быть, будет не таким ярким, но голы уже посыпались. Я играю за сборную Германии, а Зин, который сегодня играть не будет, забил гол. Играю за сборную Германии только по причине того, что против меня играет тот же самый Великобританец, которым совсем недавно мы записывали видео к матчу Швеции и Португалии. Вот. И как бы матч создавал он, он британец, я дал ему возможность поиграть за свою любимую сборную, а для себя решил, что мне нужно взять у него реванш, потому что он меня обыграл в том матче, и как бы мне это не очень понравилось, хочется реванша. Вот. Ну, конечно же, сегодня я буду болеть за англичан, и это моя сборная, и я был даже на играх сборной Англии, поэтому для меня я с 11 лет живу английским футболом, так что другой сборной, кроме России, быть не может. Вот. Скажем так, ну, Россия это по умолчанию. Но, кстати, помните, наверное, да, все вы тот матч, когда россияне, ну, в лице хорватов, скажем так, ну, то есть россияне и хорваты не пустили сборную Англии на чемпионат Европы 2008 года, легендарный чемпионат Европы для сборной России, и абсолютно нелегендарный для сборной Англии, которая там отсутствовала. Так вот, в той игре я как сумасшедший орал, когда Роман Кувеличенко забивал голы в ворота, англичан, наверное, некоторые же удивлялись. Ну, как бы, патриотизм его же никуда не уберешь. Так что, будем сегодня, надеюсь, наблюдать интересную игру обеих сборных, потому что в предыдущем прогнозе, к пятничному матчу Германии-Италии, я делал тоже прогноз, причем угадал там вообще счет. Один на один, в итоге и моя игра закончилась, и реальный матч. Так вот, игра была так себе на самом деле, скучноватая, не выкладывались игроки, что в Барна Италии, что в Германии, на полную катушку. Да и вот Англия-Чили тоже матч выдался не самый выдающийся, тут просто сверхмотивированный Санчес показал уровень своей игры, поэтому он играет в лучшем клубе мира. Круппи не является на данный момент сейчас там самым основным игроком, ну, скажем так, в Барселоне всегда идет ротация, и сказать, что ты прям игрок не основного состава нельзя ни про кого, наверное, ну, кроме того, что всем людей, которые изредка выходят на поле. Вот Санчес не всегда выходит на основном составе, но сказать, что он игрок не основного состава, у меня язык не повернулся. Поэтому такой хороший выход и 2-0. Вот так вот, 2-0, Клозуев забивает, и я веду не просто потому, что рад, что именно Германия забила гол. Нет, конечно, ребята, я сказал, за англичан мы будем болеть, вот. А рад я потому, что я обыгрываю этого британца, который против меня играет. Думаю, сейчас у него небольшое состояние, моральное души испортилось у него. Он в прошлой игре мне в течение, не знаю, 3-4 минут забил трижды и как-то отпешил меня. Хотя весь первый тайм мне казалось, что я контролирую игру. Давайте посмотрим, может быть, и сейчас что-то изменится чуть попозже в данном матче. А может быть и нет, на самом деле. Но, учитывая, что мы, эта рубрика называется прогноз, и мы пытаемся в данном видео предположить ход событий вечернего матча, сразу могу сказать, что если такое случится, и сборная Германии в первом тайме поведет с разницей в два мяча, этому не стоит удивляться. Немецкий футбол последние, можно даже сказать, нескольких десятков лет, начиная с 90-го года, показывает очень и очень стабильную игру. Практически всегда немцы на самых крупных форумах футбольных, на пьедестале почета, немцы в 90-м году стали чемпионами мира, в 96-м чемпионами Европы, остальные турниры они либо проигрывали в финале, как в 2002-м бразильцам и в 2008-м испанцам, либо занимали третьи места, когда проиграли в Италии, обиднейшее поражение было на чемпионате мира домашнее. Ну, немцы стабильные, стабильные. А англичане это команда надежды, как я ее называю, и самое обидное то, что команда надежды, надежды пока своих болельщиков никак не реализует, потому что уже даже некоторые игроки из того золотого поколения англичан, типа Бекхана и Сколза, к сожалению, не... Ну, так вот, 3-0. Счет становится к Лозу, великолепный гол забивает. Так вот, некоторые игроки, к сожалению, уже ничего не выиграют на крупных международных турнирах, но у англичан еще остались те люди, которые заслуживают победы в подобных турнирах, ветераны, скажем, сборные. Это, конечно же, в первую очередь Джерард и Лэмпорт. Ну, чуть-чуть во вторую очередь это Вейн Руни. Остальное все более-менее новые игроки. Наверное, еще Фердинанда надо взять, но в последнее время он у нас в сборной не всегда выступает, так что... Ну, вот так вот. Вот лично мое мнение по поводу сборной Англии. Тем временем первый тай у нас закончился, Карик не может играть под восьмым номером, но это излишки. Вот с обновлений, играем мы в онлайне, и почему тут номера не изменяются, я просто даже в настройки не заходил. Ну, не судите строго. Ну, так вот. 3-0 после первого тайма на Уэмбле. Я думаю, болельщики сборной Англии, если такое случится, могут начать с трибуну ходить уже после первого тайма. Что сказать по поводу сборной Германии? Кроме того, что она просто стабильная, она еще и, ну, за счет этой стабильности и получается, за счет усердства, скажем так, да, я лично считаю, что это самая сильная сборная на данный момент среди европейских. 4-0 счет становится. Почему мое мнение такое? Потому что многие скажут, а как же Испания, которая последние все крупные турниры выигрывает? Да, ребят, испанцы, конечно, никогда их нельзя сейчас списывать, ни в коем случае, но вот почему-то лично мое мнение, что немцы более слаженная, скажем так, игра, и, ну, кажется мне на данный момент, что сборная Германии сможет противостоять испанцам и сможет их обыграть, ну, среди европейских сборных, конечно же, потому что там в другой части планеты есть еще несколько сборных, которые уже обыгрывали испанцев или обыграют еще, возможно, но вот, если брать из Европы, две самые сильные команды это Испания и Германия, но немцы, на мой взгляд, сейчас сильнее. Ну, вот, что и показывает данный счет. Ну, счет не с испанцами, конечно, мы играем, а с англичанами, ну, вообще, вот, на самом деле, что-то, не поймаю, что случилось с противником, с моим, он вот первый раз поворот, наверное, бьет. если вспоминать историю противостояния этих сборных, она, естественно, очень обширная, не знаю, я лично, наверное, видел уже штук 10, наверное, игр Англия и Германия, может быть, чуть меньше, ой, какой удар, и перекладина в итоге старич бил, красивый, мог быть, гол. Так вот, больше всего, что мне запомнилось, это, наверное, матч 96-го года, чемпионат Европы, который проходил в Англии, и полуфинал Англия-Германия, где всего лишь по пенальти немцы смогли одолеть англичан. Жаль, конечно, что это тогда случилось, потому что англичане так хотели на домашнем чемпионате выстрелить и все-таки добиться победы, но не повезло, не получилось. Сейчас будет 5-0. Не сомневался я даже в этом абсолютно. вот, и вот тот матч, конечно, произвел на меня сумасшедшее впечатление на мой молодой мозг, когда еще чересчур яростно болевший за свою сборную, был я очень расстроен поражением. Ну, а другие игры там, групповые этапы были 1-0, там мало забитых мячей, скажем так, но всегда. А самое главное то, что болельщики сборной Германии и Англии еще и между собой противостоят друг дружке. Помните, как на Евро-2000, да, там устроили перед матчем Англии и Германии такое вообще поборище англичане. кстати, одни из последних годов, когда английские фанаты что-то громадное такое устраивали, потому что после этого ввели вот эти законы, когда их перестали просто пускать на все форумы, крупные турниры, дебоширы, я имею в виду. Счет 6-0 не стал сейчас. Так что вот так вот для Германии это всегда интересно. Будем надеяться, что сегодня вечером будет тоже очень интересно и как альтернатива с таковым матчем за выход на чемпионат мира подобная игра будет не хуже смотреться. Я вот, например, каналы буду иногда переключать. Скорее всего это будет тоже там так же происходить, как и в пятницу. на одном из каналов будет показывать украинцев. Я еще не смотрел телезонную программу, а вот Англию и Германию не могут пропустить просто. Чересчур много болельщиков, даже в нашей стране, этих сборных, вы сами понимаете. Помню старый, скажем так, сосед-друг моих родителей, дядь Леша, ярый поклонник немецкого футбола, когда я был совсем еще ребенком, говорил мне о том, что немцы это машина, немецкая машина, которую никто не может подавить, победить. Как он насмехался надо мной, когда там немцы обыгрывали англичан. это было конечно сейчас кажется даже смешно в какой-то степени с удовольствием бы уже сейчас не общаемся практически, поэтому не надо. Такой же он любитель футбола остался или может быть у него еще других проблем сейчас не до этого. Те воспоминания очень интересные. Первые эти знакомства с футболом и когда ты маленький пацан сидишь с взрослыми дядьками, которые пьют пиво и там ругаются матом перед телевизором. Да, конечно, эффект у меня производили определенный. Так, ну а что у нас? У нас пока со стороны английской сборной все очень скучно, а со стороны немецкой сборной все очень прагматично, скажем так. Вот иногда только Нойер выручает, а некоторые из игроков пытаются увеличить свою результативность, но на самом деле уже я бросил играть. Как-то реванш мне чересчур легко удался. ожидал я больше борьбы в этой игре. Ну, 5-0 так 5-0. Главное, что он замены хочет сделать. Лимон надоело тоже играть. Вот, мне аж телефон зазвонил тут. Извиняюсь. Не знаю, я не буду замены делать. Это не стоит сейчас того. почему он вполне нажал. Сейчас проверим. Да, смотрите, Бейнса хочет поменять. Кстати, очень надеюсь, что этот человек в зимнее трансферное окно окажется в Манчестер Юнайтед. Читал недавно интервью одно, где и Велбек вместо Стариджа, где написано было о том, что Бейнс уже попросил руководства не Бейнс, точнее, а главный тренер Эвертона попросил уже скаутов клуба подыскать им игрока на замену вместо Бейнса, потому что тот договорился вроде как, что его отпустят в Юнайтед, он хочет к Мойсу вернуться. Вот. вернуться к Мойсу, ну и перспектива играть в Лиге Чемпионов естественно. Надо ему расти, Бейнс очень хороший игрок, без опыта подобных игр, как говорится, нужного для себя уровня не добьется. Ну а это посмотрим, что в итоге. Клозе делает хет-трик, Азил дубль, сегодня так точно не будет, потому что Азил играть 100% не будет, но посмотрим, какой в итоге счет получится. Хорошего всем вечернего просмотра и до скорых встреч, до свидания.